30 пожарных машин. Столько может заменить один современный пожарный поезд. Он способен потушить электричку и торфяное поле, и даже здание, которое находится в 600 метрах от железной дороги. Пожарный поезд станции Тулу-1. Я вас понял, приказ номер 53 ДРУ-5 Мехер. О условном возгорании на станции Тула-Лихвинская. На станции Тула-Лихвинская загорелась цистерна с горюче-смазочными материалами. Такой сценарий был выбран для очередного учения. Боевой расчет отрабатывает навыки тушения возгораний с помощью нового пожарного поезда. Главная задача этой спецтехники – тушение возгорания на железнодорожном транспорте. Но этим ее возможности не исчерпываются. Лето 2010 года показало значение пожарных поездов в борьбе со стихийными возгораниями. За полтора месяца пожарные железнодорожные расчеты совершили почти тысячу выездов. Поезда эффективно справлялись с огнем на линии отвода, тушили торфяники и леса. В состав пожарного поезда входят две цистерны с водой и вагон-насосная станция, в машинном отделении которой установлены мотопомпы. Они качают воду из цистерн и подают ее в пожарные рукава. Руководит этим процессом машинист насосных установок. Я отсюда подаю непосредственно саму воду, подачу воды и непосредственно контролирую ее давление. Машинист насосных установок все время находится внутри вагон-насосной станции, однако активно участвует в тушении пожара. Бортовой компьютер позволяет ему следить за всеми ресурсами поезда и помогать пожарной бригаде. Во время тушения пожара я могу контролировать давление воды подачи, уровень пенообразователя, температуру воды в цистернах, уровень воды в цистернах. Внутри вагон-насосной есть переносная помпа. Она позволяет качать воду из любого водоема. Но обычно запасов, которые хранятся в цистернах, хватает. Если объем воды пожарной машины в среднем составляет 4 кубометра, то у пожарного поезда он в 30 раз больше. 120 кубометров. По объявлению пожароопасного периода в пожарные поезда добавляется дополнительная цистерна, водохранилище непосредственно с запасом воды. Обычно это бывает из рабочего парка или же с резервного поезда пожарного. Примерный запас воды увеличивается как минимум на 60 кубов. И на сегодняшний момент пожарные поезда, как тульский поезд, он уже будет содержать 180 кубов воды. Разные грузы в случае возгорания тушат разными способами. Если горит легко воспламеняющаяся жидкость, применять воду все равно, чтобы подливать масло в огонь. Здесь требуется специальная пена. Запас пенообразователя на пожарном поезде – 5 тонн. Этого количества хватит для тушения крупного возгорания. Например, цистерна с бензином. Непосредственно машинист насосных установок выставляет не менее 3 атмосфер давления на рукавной линии. После этого он включает пеносместитель, который производит смешивание пены с водой непосредственно. Там идет градация, специальное, как говорится, приспособление кран, который может сделать больше пены подавать для того, чтобы происходило вот эта эмульсия в рукавах или меньше. На пожарном поезде продумано все для тушения самых сложных пожаров, когда горят различные химические соединения. В вагон-насосной оборудован пост газодымозащитной службы. Здесь хранятся дыхательные аппараты и маски. Они помогают расчету поезда работать в условиях сильного задымления. Для каждого пожарного предусмотрен костюм химической защиты, а также теплоотражающий костюм. Он выдерживает температуру до 800 градусов по Цельсию. Он позволяет в процессе тушения пожара подойти на более близкое расстояние, чтобы произвести тушение. Чаще всего данные костюмы применяются при тушении горюче-смазочных материалов и входящих в них, как говорится, линейки смовы, непосредственно битум, на нефтебазах. В зависимости от вида пожара, боевой расчет поезда использует и разные рукава для тушения. Сначала пожарные подключают ствол первой помощи. Его задача – сильной струей воды сбить очаг огня. Затем в ход идут лафетные стволы, например, комбитор. Он может изменять геометрию струи. Напор воды тоже варьируется – от 500 до 3000 литров в минуту. Уже в процессе исследования, ну, тоже уже в поезде, подготавливаем рукава, какое нужно расстояние, разветвление, какие стволы, либо с пенообразователем, либо просто с комбитором тушить, с пернастым лафетным стволом. Ну и там уже на месте определяемся. Круглосуточно на пожарном поезде дежурит расчет из шести человек. Всего через 10 минут после вызова поезд сойдет с запасного пути и отправится на помощь. Субтитры создавал DimaTorzok